друзья всем привет вы на канале круговорот дача огород рад приветствовать гостей подписчиков моего канала сегодня хочу с вами поделиться вот такой красотой которая у меня находится на даче на даче я тоже высаживают цветы в клумбе в клумбу делаю множество клумб ну по мере своих сил и вот друзья здесь находится такая клумба на открытом солнечном участке у нас очень сильная жара в волгограде и в принципе эти цветы те которые здесь находятся очень хорошо нарастут цветут на солнечном участке это в первую очередь вот такая клещевина ей украшают любые например открытые участки это может быть возле кафе может быть на любой даче если у вас есть например пятак или где-то в уголке место где вы хотите закрыть придать ему такую необычную красоту посмотрите какие листья пятипалые у нее как у пальмы и вот высота этих кустов около двух метров здесь я посадил три куста и посмотрите как хорошо раскустился полив в меру мы поливаем его хорошо обильно обычно мы поливаем конечно вечером можно поливать с утра но дело в том что вот эти цветы например они сами по себе растения не цветут она завязывает посмотрите много семян мы также будем с нее с клещевина собирать семена конечно кто кто не знает клещевина вообще ядовитая лучше всего ну в пищу ни в коем случае не принимать и желательно руки всегда мыть также и катарантус он считается ядовитым это комнатный многолетник но мы его высаживаем в открытый грунт хорошо себя зарекомендовал каждый год высаживаем катарантус у него красивая зеленая листва а также множество оттенков и множество окрасок бывает чисто белый вот такую точку в красную бывает малинового цвета синий потом вот такой вот сорт очень хороший сорт винка тату посмотрите темная середина розовый но здесь у нас немножко прошел холод и побила просто катарантус потому что побила холодным воздухом ветром потому что катарантус это теплолюбивое растение друзья его в первую очередь нужно забирать но у нас сейчас все равно потеплее стало и посмотрите новые бутоны все равно будут зацветать и цвести из-за этого мы его выкапывать не будем потому что у нас бывают теплые времена теплые месяцы этому и сентябрь и октябрь и может вплоть до ноября месяца это клумба существовать и цвести также вот такой вот красивый красивое растение красивый цветок это у нас агератум синего цвета мы себе высаживаем только синий агератум вообще потому что он самый красивый из агератумов издалека кажется как будто разлитая вода как будто какое-то озерцо на грядке на клумбе тоже неприхотливо цветет до мороза с него можно собирать семена сей и он снова повторяет свои материнские качества возможно камера друзья не передает какого насыщенного синего цвета агератум поверьте если вы хотите неприхотливые цветы выращивать выращиваете его особенно низкоросый старайтесь купить вот эта высота где-то около 20-25 сантиметров за все лет где-то примерно вот это вот один кустик представляете как расширяется это здесь ему тесно он друг друга сжимает а так вообще кустик один разрастается очень хорошо вот здесь вот такая вот гвоздичка это у нас гвоздика лилипот есть такая расцветка скарлетт pink розовая вообще это цветы и гвоздика и агератум и вот такие вот бархатцы тайшаны крупные высота тайшанов где-то 30 сантиметров посмотрите вот один кустик как разросся и вот эти цветы в принципе мы выращиваем на солнце каждый год мы стараемся их посадить это и агератум и гвоздичка конечно в первую очередь бархатцы потому что бархатцы тоже до морозов до морозов цветут обильно у них вот посмотрите формируются новые бутоны все это крупные будут цветы но конечно мы время от времени делаем подкормки сейчас мы стараемся без азота давать подкормки это может быть и монофосфат калия это может быть и вытяжка с золы мы делаем также такие подкормки чтобы стимулировать цветение чтобы цветок наливался несмотря ни на что то есть мы продлеваем цветение нашим цветам и сами любуемся и по максимуму цветы отдают свою красоту друзья кому понравится ролик станет полезным ставьте лайки оставляйте комментарии спасибо огромное вам за это а сейчас мы переместимся на другую нашу клубу где прекрасно растет циния тоже по-своему вся уникально красивая сорт я вам обязательно скажу давайте посмотрим вот такая вот у меня циния это сорт дремлинг сорт очень хороший высота где-то 30 сантиметров от земли тоже посмотрите как пышно стоит нарядное красивое тоже формирует опять новые бутоны бутоны и это в принципе циния будет расти все время пока ее не побьет мороз когда уже будет минус 1 минус 2 тогда ее конечно эту красоту побьет мы ее выращиваем как однолетняя этот цветок по сути и является однолетним но цветет непрерывно все лето до морозов представляете с мая месяца по практически по ноябрь будет вот такая красота крупные у них очень крупный сам сам цветок у этого сорта и плюс ко всему это большое преимущество что высота бордюра где-то примерно 25-30 сантиметров не выше посмотрите множество оттенков здесь тоже немножко нужно отсвевшие цветочки отбирать вот так вот ухаживать немножко вот и тогда следующие бутоны будут очень хорошо развиваться и быстрее будет обрастать куст цветами смотрите вот здесь какая прелесть тоже темно-розового цвета оранжевая циния вообще она вся вся красивая помпонная такая посмотрите как набитая прям очень сильно набивная но по красоте конечно и по своей неприхотливости мало кто с ней может соперничать просто бывает камера не падали не передает всей этой красоты здесь вот такая вот цена цена рари тоже как служит как декоративным украшением нашей клумбы вот тоже на рынке когда торговал взял такую низкорослую тоже ценю совсем маленькие цветочки у нее но их очень очень много посмотрите и высота то же самое как и у этой цене где-то 30 сантиметров по моему этот сорт называется ценит у нее вот именно такой новый сорт где-то встретите увидите обязательно приобретайте смотрите тоже яркие яркие стоят но они намного меньше конечно чем вот эти цветы но по-своему вот тоже необычно по красоте цветы даже пускаем мелкий цветок но их посмотрите прям очень очень много насыщенно тоже все стоит на бутончиках и все это будет открываться в скором времени бывает оранжевая красная вообще наверно много расцветок я просто две купил для себя ну посмотреть что из этого выйдет я думаю получилось неплохо здесь у меня виноград такой вот сорт восторг очень сладкий уже все налился посмотрите прям сахарный виноград но об этом я постараюсь как-нибудь снять ролик отдельно но это вот здесь у меня растет тоже на солнечном участке львиный зев флорал шауэрс сорт тоже низкорослый крупный вот то есть цветков много много очень прям и бутонов соответственно посмотрите бутончики вот здесь начинают открываться и полностью покрывается цветами наши кусты есть также и малинового цвета чисто желтого цвета светло-розового посмотрите какой шикарный цветок расцветка еще этот цветок называют собачки вот если за язычок потянуть видите открывается вот как винный зев как бы зевает и закрывается немножко потянули открылась открылся ротик и закрывается ну просто народе ее этот цветок и называют собачки тоже вы высаживаем себе каждый год выращиваем из семян для себя какую-то часть себе оставляем совсем немного а в основном торгуем и реализовываем наши цветы для людей люди покупают благодарят потому что без красоты вы сами знаете особенно сейчас такое время нужно ко мне нужно больше красоты и если у вас есть участок например дача сад или например у кого-то балкон высаживаете такие прекрасно красивые цветы эти эти цветы неприхотливые принципе в своей в своем роде ну вот сейчас посмотрим еще кое-какие цветы друзья вот здесь друзья у меня в полутеньке в таком сидел сидят бальзамины кто-то его называют банька мокрый но этот бальзамин отличается что он в принципе выведен голландскими селекционерами называется это бальзамин уолтера в общем вообще сам по себе он очень привлекательный в светлое время дня у него немножко блестит листва а вечером он как бы цвет получается у него мокрый но опять посмотрите есть красные розовые фиолетовые есть вот такого цвета красно-белого посмотрите просто чудо чудесное в общем он тоже неприхотливый высота где-то до 25 сантиметров и посмотрите как расширяется там сильно сильно расширяется кустик здесь рядом сидят также колиусы я их недавно обстрел сделал стрижечку и посмотрите как вот они пенечки и как снова обрастает колиус если бы я его не подстриг он бы наверное уже бы поломался или например потерял бы такой хороший привлекательный вид а здесь после стрижки он посмотрите снова оброс и снова он стал таким вот насыщенно пышным растением также этот колиус совсем другой расцветки один другого краше здесь конечно нельзя сказать какой из них красивее чем больше расцветки чем больше цветов тем конечно и интереснее и ярче смотрится наша клумба но на этом друзья я с вами поделился этой красотой и хочу пожелать вам чтобы вы высаживали выращивали такие прекрасные цветы на будущий год а если они у вас есть то можно конечно их сохранить попытаться ком в домашних условиях зимнее время но мы постараемся об этом тоже снять ролик как сохранить полюбившиеся цветы это может быть как колиус также это может быть и бальзамин и другие цветы но сегодня на этом все желаю удачи вам пока друзья пока что вам будет делать вот ну вот 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 Продолжение следует...